Доброе утро всем нашим телезрителям. Чувствую, что мы перешли все в эру интерактивного телевидения. Объясню почему. Только что мы общались с нашей телезрительницей, которая говорила, что она очень любит посещать все те мероприятия, которые происходят в концертном зале имени Гринки. И настало время, мы только-только обговорили то, что будет в это воскресенье, и у нас уже есть гости, которые также презентуют свою программу именно в этом замечательном зале. Концертный зал имени Гринки. Рад вас будет встретить 28 апреля в 18.00. Итак, что же будет происходить? Будет происходить великолепное выступление коллектива Бажена, которое сегодня у нас в гостях Ольга Бежинарь, Виктория Терещенко, Наталья Балабан, Ирина Скляренко. Сегодня у нас в гостях Ольга Бежинарь, кстати, является руководителем данного ансамбля. Итак, доброе утро. Доброе утро. Такие вы красивые девчата, если честно, такие у вас неимоверные костюмы, но я думаю, что не только костюмы мы будем радовать нас. И вообще, мы говорим о том, как про концерт, а заясовалось, что вообще сам этот проект имеет огромную сутиальную мату, я думаю, что с этого надо начать. Оля, расскажи, пожалуйста. Здравствуйте. Мы хотели бы всех наших зрителей, запорожцев, пригласить на концерт, который, я думаю, не только откроет бандуру, но и покажет ее как сучастный украинский инструмент бандура. Вот вы видите, что у нас инструменты находятся на подставках, мы таким образом совершенно меняем немножко способ исполнения на бандуре. Обычно вы знаете, что это было именно на стуле. То есть, да, как приюты всех струнные инструменты держать. И программа, которую мы подготовили, она будет очень разнообразна. Значит, мы на этот концерт пригласили воинов АТО, Национальную гвардию Гепард, также будут раненые из госпиталя военного. И мы очень рады, что эта программа не только... Несет культурный, но и социальный характер. Очень, да. Вот именно на этом мы, конечно, сделаем акцент. В том плане, что идет и популяризация украинского инструмента, и раскрытие самого инструмента изнутри раскрывает... Да, Ольга, но это будет происходить, я так понимаю, благодаря тому репертуару, который будет исполняться вашим коллективом. Вы также подошли немножко нестандартно к этому вопросу. Какие... То есть это не будет, скажем так, классический репертуар для данного инструмента. То есть вы подбирали совсем другие песни для того, чтобы как раз открыть народный инструмент именно в том виде, что он может быть использован в современной музыке. Что будет исполняться в этот вечер на сцене? Значит, вы услышите песни из репертуара Русланы, песни из репертуара Натальи Могилевской, Тины Кароль, и также каверл-версии, которые сейчас очень популярно известны, группы «Металлика», «Стинг», и известная «Поль Моря» тема. А «Металлику» под Бандуру я точно пиду, это взагалей без вариантов. Оля, а взагалей, расскажите, пожалуйста, как давно яснил ваш коллектив? Я знаю, что вы давно играете на Бандуре. Про коллектив Бажена мы чуем умало и абсолютно дарма. Расскажите, как вы утворились и как давно працуете разом? Ну, коллектив наш при Запорожской областной филармонии возник год назад. За этот год мы сделали интересные программы, которые, я думаю, полюбились нашим зрителям. Первая программа, которую мы презентовали, наш коллектив, это была «Виткрываю свит». С этой программы, кстати, мы объездили нашу Запорожскую область и были во многих интернатах. С нами ездила Матвеева, и надо сказать, что именно по содействию Матвеева и Антонины Ивановны мы вот очень много посетили интернатов, где дети, конечно, действительно с таким восхищением, с такой любовью встречали и нас, и, конечно, и сам инструмент, потому что для них это были вообще первые встречи вообще вот именно с живым инструментом, с Бандурой. Сейчас нашему коллективу исполняется год, можно сказать. И в этом году, вот как раз 28 апреля, в 18 часов мы приглашаем и наших прыхильники, тех, кто и любит наш ансамбль, и есть у нас уже, не хочу сказать, что это фан-клуб, но есть люди, которые нас поддерживают, нас любят, приходят, следят за нами. Те, которые тально посещали ваши репетиции, я так понимаю, и те, которые уже были на ваших концертах. Но Ольга, как руководитель, я так понимаю, что нам ее не остановить, она действительно воодушевлена, наверное, тем предстоящим мероприятием. Вот вы, как тоже участница коллектива, скажите, как проходил репетиционный процесс, возможно, какие-то композиции вам больше запали в душе. Я понимаю, что там каждый материал, который вы готовите, каждая песня, которую вы переаранжируете под свои инструменты, в принципе, для вас дороги. Но вот, может быть, есть какие-то вещи, которые бы вы для себя выделили какими-то особенными. И зазнавайтесь, девчата, че я рожева бандура? Мы тут с Юрой уже пів годины намагаемся з'ясовывать, мы такого никогда не бачили. По девичьи подошли к оформлению инструментов. Это моя. Они расфарбовывали. Нет, мастер делал специально. Очень красивые, дорогие, инструменты. Мы тут все в захвате. Не дякую. Так вот, возвращаясь к композитору, что вам больше всего запомнилось, наверное, из депетиционного процесса? Как-то так, может быть, какие-то неожиданные ходы были? Уже разом подбирали репертуар, знаете? Разом, да. Как на меня, между Могилевськой и Натальейкой величезно творчая прерва. Я так понимаю, что у каждого из членов коллектива разные музыкальные вкусы, ну, учитывая репертуар. Разные, ну, мне кажется, мы их объединили вообще все вместе, и получилось очень даже хорошо. Насколько, взагалі, было складно такий инструмент, как Бандура, все же таки адаптувати під більший сучасный репертуар? Ну, надо сказать, что это не первый опыт. Дело в том, что произведения различного рода, как бы, уже исполнялись и в сольном исполнительстве, и, как бы, действительно, мы знаем и слышим на многих проектах всеукраинских, что это очень популярно и не есть новым. У нас таким не здивуешь, да? Не, я думаю, что, вы знаете, вы знаете, я думаю... У тех, кто увлекается музыкой, в принципе, да, действительно, может быть, для кого-то не новинка, но думаю, что для всех зрителей, которые придут в концертный зал имени Гринка, они действительно, после этого концерта, я так думаю, будут воспринимать Бандуру немного по-другому. И, опять-таки, нужно популяризировать украинскую музыку, музыку, инструменты в Европе, во всем мире. Это, наверное, какой-то тоже шаг отдельный уже. Это, надо сказать, это вообще наша главная задача, о том, чтобы Бандуру узнали не только на Украине, не полюбили ее, но чтобы они полюбили люди нашу Бандуру, с уважением относились и к бандуристам, и к самой нашей такой национальной культуре, которая несет за собой Бандура, нужно сначала, наверное, показать, чтобы люди услышали, а потом полюбили. Показать мне уже подобается, и у нас появится такая возможность, за несколько минут мы покажем и дадим вам послушать Бандуру. Тем более, мы уже сясировали, тут в кадре, уже сясировали наши студии, что будут такие оригинальные, незвычайные творения, как раз в выполнении Бандура. Ну, а, в основном, перед тем, как в первую и наступную рубрику, мы можем нагадать, когда будет концерт. Толя, куди нам всему приходить и когда? Приглашаем вас в концертный зал имени Глинки, Запорожской областной филармонии, 28 апреля, 18 часов. Это наступный вторник. И вторник, и, кстати, у нас будут квитки, сегодня сможем их разыграть. 213-46-24, номер нашей студии. За несколько минут мы будем приймать ваши звонки, сейчас смотрим гороскоп, после чего слушаем Бандуру. Итак, уже в ближайший вторник будет выступать коллектив Бажена, и сегодня, именно этим утром, в пятницу, 24 апреля, эксклюзивно в программе «Утро СТВ-5» мы с вами вместе сможем насладиться таким прекрасным, волшебным народным инструментом, как Бандура. Итак, давайте же все вместе послушаем коллектив Бажена. «Утро СТВ-5» «Утро СТВ-5» «Утро СТВ-5» «Утро СТВ-5» «Утро СТВ-5» «Утро СТВ-5» КОНЕЦ 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 Насправді немає слів. Абсолютно неймовірна річ у виконанні Олі Боженарі із колективу Божена. Я хочу ще раз нагадати всім тим, хто щойно до нас приєднався і щойно увімкнув своє телевізор на каналі ТВ5, що уже у вівторок. Наступного тижня цей колектив буде давати свій концерт у Запорізькій обласній філармонії, тож в жодному разі не пропустіть. І нагадую ще раз, у нас будуть квитки і всі бажаючі зможуть їх отримати, якщо тільки зателефонують нам за номером 213-4624 і дадуть правильну відповідь на наше питання. Ну а сьогодні, користуючися нагодою, я б все ж таки попросила дівчат зіграти ще кілька речей, оскільки це насправді неймовірно. І сьогодні ми займаємося тим, що популяризуємо. По-справжньому, аутентичний український інструмент – бандура і чуємо його в абсолютно незвичайній манері. Анатолій келі Грана, вторая тема – «Бітлз естеде», і третья – «Адлера» – «Чувства» – «Филинс». А сейчас ансамбль ми сполним бандуристы, які грають джаз. Ох ты! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok